В семь лет, оказывается, мы можем принимать очень серьёзные судьбоносные решения. И одним из таких странных решений оказывается выбор человеческой личностью своего соционического типа. По одному из представлений соционический тип человек выбирает примерно к семи годам. Вот я сегодня хотела с моим коллегой, психологом Сергеем Игоревичем Дубовым обсудить эту тему. И мы сегодня пригласим одного из наших слушателей, единомышленника, прекрасного человека Эллу, который живёт на территории Европы, для того, чтобы определить её соционический тип. Хочу напомнить нашим зрителям, что соционический тип невозможно типировать инструментальными методами. Нет пока такого искусственного интеллекта, который смог бы учесть все аспекты проявления человеческой личности без визуализации, без оценки внешнего вида, поведения, выборов человека масштабно, того, как он себя ведёт, как он говорит, формы построения фраз и так далее, и так далее. Это достаточно массивный поток информации, который должен вам всем откровенно признаться, не в состоянии, по крайней мере, быстро и правильно оценить даже один специалист, человек. Поэтому мы с Еленой Тимофеевной Шастрой приняли решение изначально проводить вот эти мероприятия типологизирования в паре. У нас бывают полевики, мы привлекаем дополнительные инструментальные инструментарии. Ну, понятно, что в идеале, если типаж яркий, если какие-то нам будут сегодня удастся выводить какие-то очень яркие ключи, характеризующий тип, то мы с удовольствием его назовём, конечно же, этот тип и поделимся своими изысканиями. Но этого может не произойти в столь короткое время. И тогда мы остановимся на тех функциях, которые мы доподлинно, в которых мы уверены будем с Еленой Тимофеевной. Мы это будем делать с вами здесь в открытую. Хочу обратить внимание, что у нас подразумевается дополнительный формат в виде уже школы, насколько я понимаю, Елена Тимофеевна, правильно? Поправьте меня. И там будет несоизмеримо более глубокое типирование, где мы будем с вами не только определять все психотипы участников нашего обучения, будем предлагать инструментарий в руки, и, что самое важное, будем обсуждать интертипные отношения, то есть что с вашим психотипом? Владеете инструментарием и можете типировать людей, которые вас отмечают, и вы, что называется, сможете подстерить соломку и с некоторыми людьми изменить ваше взаимоотношение, ну как поправить, скажем так, где-то уменьшить ожидания завышенные, где-то понять, что от вас ждут люди, и вы где-то неправильно реагируете, а где-то наоборот будет очевидно, что вам с этим человеком будет комфортно.